Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. В принципе, в названии что-то понятное уже заложено. Что за семена и куда сеете? Сейчас все подробно вам расскажу, как и куда сеять, и что такое сеем семена. Сначала я хотел бы поздороваться, поприветствовать всех кировчан. Это мой первый опыт, так что не бесуйте. Дебют в радиоэфире. Итак, что же такое семь семена? Семь семена — это такое собирательное название, название, девиз, лозунг и прочее. Родилось оно тоже не случайно. Сначала мы с моим партнером придумали направление, в котором бы мы хотели двигаться, которое было бы интересно. И после этого я занялся структурой поиска, так называемым неймингом. И вот после того, как я когда-то в определенное утро на пробежке думал, думал, и количество вот этой вот собирательной информации у меня в голове такой достаточно большой какой-то комок накопился и прострелил. И я придумал вот это название «Сеем семена», которое по сути в себя вобрало все то, как мы уже видим со временем. Мы занимаемся этим больше пяти лет, и это на сто процентов определило наш вектор движения. То есть «Сеем семена» — это не только то, что мы делаем напрямую. То есть наш продукт связан с семенами. То есть мы «Сеем семена», всходят ростки, и эти ростки мы употребляем в пищу. Но мы вместе с этим «Сеем семена знаний». «Сеем семена». Разумная, добрая вещь. Да, абсолютно верно. И это все, с чем мы сталкиваемся каждый день. «Сеем семена». Но в чем бизнес, Павел? Да, в чем бизнес. В чем история? История про сети-фермерство. Сети-фермерство — это такое большое глобальное направление, которое сложилось вот как раз с того времени, когда мы начали этим заниматься. По сути, когда мы начали, мы были вообще пионерами в этом направлении. Не было никакого опыта в России. Да, были какие-то интересные такие зачатки в европейских странах, в Соединенных Штатах Америки. Но это тоже были такие зачаточные направления. Тогда мы еще не знали, что это будет называться таким словом сети-фермерство. Мы начали придумывать технологию, по которой каждый человек в формате собственной городской квартиры может выращивать свежую, вкусную, доступную зелень. Ну, смотрите, уточню. Сети-фермерство, насколько я понимаю, в переводе городское и сельское хозяйство, по сути, правильно? Да. Именно этот смысл закладывается. То есть доступность и возможность, ну, там, не знаю, воздела, вряд ли животноводства, да? Ну, скорее, там, вот выращивание чего-то в городских условиях, правильно? Вообще, сейчас и в том числе в некоторых статьях животноводство, в том числе, относят к сети-фермерству. Это все, что мы можем максимально близко сделать в городской среде. Но именно в городской среде? Да, да. Пресловутые шесть суток не считаются. Да, да. Это в том числе, кстати, стало одним из направлений экологической и экономической и продовольственной безопасности города. Слушайте, ну... Все эта история складывается здесь и сейчас. То есть последние несколько лет, забегая несколько вперед, могу сказать, что и в том числе и государством в вопрос сети-фермерства был обращен достаточно такой, достаточно сильный интерес. И мы видим развитие этой тематики и интересы стороны государства. Ну, давайте вернемся к бизнесу все-таки для понимания. То есть я уже начинаю понимать, что вы не только сами выращиваете и продаете микрозелень, зелень, как это называется? Сейчас, да, Вектор расскажу. Да, в чем еще бизнес? Да. Мы не занимаемся выращиванием зелени. Мы производим оборудование и мы производим технологии, и мы производим наборы, с помощью которых каждый человек... Сам может. Сам может вырастить. Вот это наша основная задача. Показать, рассказать, дать технологию выращивания. И каждый человек... Сейчас мы придумали такую технологию, с помощью которой на окне можно выращивать. Каждый человек может вырастить. И это происходит у нас все от... Значит, наша целевая аудитория — это детишки от пяти лет и заканчивая бабушками. То есть это технология выращивания круглогодичная, автономная, с помощью которой каждый человек может получить... Ну, чтобы было понятнее тогда, Павел, а что выращивается? Ну, традиционный набор, понятно, там, лук, не знаю, что-то еще. Да, как раз лука в этом списке нет. Слушайте, я все не попадаю. Да, это нормально. Тема новая, но такая, очень интересная. Вернусь опять назад на пять лет. Когда мы начинали, приходя в ресторан, значит, единственное, чем могли тогда украшать блюда, это были укроп, петрушка, что-то такое классическое. Сейчас, когда мы приходим в ресторан, любой уважающий себя шеф-повар или повар, значит, салаты покрывают микрозеленью. Гороха, редиса, крест-салата, еще чего-то такого. И вот это как раз первое направление того, что мы выращиваем, точнее, того, что выращивают наши клиенты. Это микрозелень. Микрозелень – это такое большое собирательное название вот этих побегов зеленых, зеленой массы, которая растет в течение семи дней. И мы из семени получаем зеленую массу. То есть, если мы выращиваем горошек, мы посыпали горошек, полили его водой, поставили под свет, и, соответственно, вырос побег горошка зеленого. Срезали и кушаем его. И по вкусу горошек, как горошек, редис, как редис. И здесь какая ситуация происходит? Что, значит, горох мы летом выращиваем у бабушки, ждем его в течение двух месяцев. В течение этих двух месяцев он вырос, мы его съели и про него забыли. А тематика с микрозеленью, она дает нам возможность выращивать тот же самый горох в течение семи дней бесконечно у себя в формате городской квартиры. Но вы этим сами не занимаетесь. Вы не выращиваете, вы производите оборудование. А как к этому пришли? Я понимаю, когда приходишь, то есть начинали это все равно с выращивания зелени, потом оборудование? Нет, мы сразу начали позиционировать и придумывать историю, когда с помощью технологии каждый человек может вырастить. То есть мне с самого начала была неинтересна локальная история. Мне неинтересна была история, опять же, в формате моего бизнес-опыта. До этого, как мы стартанули этот проект, у меня был достаточно интересный, большой, полный таких жизненных хитросплетений различные виды бизнесов. И вот как раз мой жизненный опыт показал мне и подсказал, что я бы не хотел какую-то локальную историю. Я не хочу магазин какой-то, чтобы я что-то выращивал и продавал. Мне была интересна такая... Масштабируемость. Да, масштабируемость. И не только в формате России, но мне была интересна история, когда мы можем сделать какой-то продукт и предложить его всему миру. Получилось? Получилось более чем. Уже сейчас? Да, да, конечно. Наш продукт, вот эти наборы для выращивания, мы продали больше, чем в 15 стран мира. В том числе в такие экзотические Сингапур, Доха. Хорошо, давайте тогда все-таки... Италия. Что из себя представляет продукт сейчас? Что это? Хорошо, да. Это промышленное оборудование или это вот, как вы говорите, на подоконнике там лоточек? Что это? В первую очередь, значит, мы отталкиваемся от технологии. Во вторую очередь, мы отталкиваемся от целевой аудитории, от наших клиентов, от их потребностей. От их потребностей. Технология? Технология. В чем? Технология в том, что, значит, существуют разные виды микрозелени. И разные виды, точнее, не микрозелени, а здесь мы уже говорим более широко. То есть мы научились за это время и составили технологию выращивания не только микрозелени, но и овощей, салатов на наших установках. То есть мы можем, мы продаем сейчас не только установку, но мы продаем, как это правильно сказать, мы продаем все включено. Мы продаем не только идею того, что это можно вырастить, не только металлическую конструкцию, соответственно, где есть, значит, включены все технологии по поливу. Значит, включается-выключается в нужный момент свет, включается полив, еще какие-то системы. Но мы продаем технологию выращивания. Мы каждого человека доводим до результата. У нас с каждым клиентом, значит, в момент отправки мы создаем внутренний чат. И если что-то у них не получается, какие-то вопросы возникают, задаем и выращиваем из него сети фермера. Вот это такой момент, когда мы можем с уверенностью сказать, что мы научим вас выращивать помидоры, огурцы, перец. Это, опять же, из опыта я ничего не придумываю. Салаты, ну и микрозелень. А кто тогда ваш клиент? Вот вы назвали возможность выращивания на подоконнике, мы понимаем, что это просто физическое лицо. То есть аудитория от пятилеток до возрастных людей. Вы назвали кафе, рестораны, которые используются. Вот кто ваш клиент, как эта аудитория может быть в процентном соотношении делится? Кто это берет? Сколько людей берет это для себя, а сколько делают из этого бизнес там? То есть вот сориентируйте. Вот здесь четко попали. Здесь четко попали. Как раз да, сейчас я вернулся с выставки. Выставка у нас проходила и сейчас проходит в Москве. Называется «Завтрак с шефом». Там собираются все ведущие шефы столицы. Ежегодно нас приглашают на эту выставку. Мы являемся уже таким узнаваемым брендом внутри России, который делает прекрасный продукт внутри своей категории и внутри своей технологии. Мы сотрудничаем с ведущими ресторанами, с ресторанными сетями практически во всех городах крупных точно мы присутствуем. И вот здесь, да, первая целевая аудитория – это рестораны. Ресторан в данном случае является нашим клиентом, когда они заказывают у нас установку, размещают ее у себя, на ней вырастает требуемое количество микрозелени. Еще нужно один момент затронуть, что девиз всего этого, всей этой ситуации, что вырастить микрозелень не сложнее, чем заварить чашку кофе. Значит, и установка дает тебе вот эту возможность в полной мере. То есть ничего не нужно, кроме того, что ты посыпал семена и срезал зелень через неделю. Остальное автоматизировано? Абсолютно верно. Остальное автоматизировано. И в процессе вот этих вот придумываний технологий мы вышли уже на такие какие-то очень интересные ноу-хау, которые мы используем. То есть у нас беспроводные светильники, беспроводные вентиляторы. У нас, мы ушли от истории там с проводами практически на 100%. И это такой очень, когда ты смотришь на наш продукт, на ферму, многие люди загораются только от того, что это не только красиво, ну, когда они видят выросшую зелень, но они понимают, насколько это функционально и насколько это классно работает. Да, технологично и классно работает. И именно поэтому, в том числе, ее покупают в рестораны. Потому что рестораны просто так, ну, какое-то технологическое оборудование, в том числе в зону гостей, никто никогда не выставит. У нас есть опыт, когда выставляют наше оборудование, в том числе в зону гостей, когда гости приходят, срезают свежую зелень и сами добавляют к себе в салаты или делают какие-то интересные, какие-то моменты, миксы. И да, это наша первая и самая большая целевая аудитория, это рестораны, когда они хотят сами выращивать. Если рестораны не хотят сами выращивать, это тоже нормально, потому что рестораны зачастую, они бывают разные. То есть у кого-то побольше места, у кого-то меньше места, и они на 100% используют это место. И им просто некуда поставить. И здесь возникает наша вторая целевая аудитория, это индивидуальные предприниматели, которые покупают у нас оборудование для того, чтобы продавать выращенную зелень. И, соответственно, это тоже очень крутой рынок. Очень крутой рынок, и мы его, соответственно, закрываем, мы общаемся и с теми, и с теми. Иногда одна целевая аудитория более ревностно относится, значит, вот как раз, когда мы начали расти и начали вот наводнять вот этот вот рынок своим продуктом, к нам приходят, возвращаются индивидуальные предприниматели и говорят, стоп, 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 хватит, не продавайте больше в рестораны, дайте нам вырасти, дайте нам самим закрывать их на эту историю. То есть мы хотим сами им продавать, мы все будем продавать. Но за пять лет рынок настолько вырос этой микрозелии, нам настолько сильно удалось его раскачать. Сейчас есть компании, которые, ну, копируют наш опыт, копируют наши технологии, значит, стараются масштабироваться. И вот этот вот рынок открытой технологии, как мы его в самом начале назвали, мы пошли на него сознательно. То есть мы могли никому ничего не рассказывать, мы могли продавать, как говорится так, из-под полы, тихо-тихо. Но с самого начала мы приняли решение рассказать всем об этом, насколько это классно, круто, потому что мы начали формировать рынок. Мы сами начали формировать вот этот вот клиента, узнаваемость этой истории, потому что, когда мы начинали, 90% шеф-поваров не знало, что такое микрозелень. То есть вы создали рынок сами. Абсолютно верно. И вот это было самое сложное. Конечный покупатель B2C, тут те самые пятилетние и 65-летние люди, насколько много? Об этом тоже можно очень долго говорить, рассказывать. Могу сказать первое, с точки зрения бизнеса. Мы очень активно продаем вот так называемые наборы для выращивания в маркетплейсах. То есть мы продаем на Валдрис, на Озон, и мы являемся самой продаваемой компанией в своей категории. То есть у нас все товары, они являются лидерами хитами продаж. Несмотря на то, что, опять же, там в течение года или двух появилось достаточно большое количество надомных предпринимателей, которые просто берут этот продукт и его копируют. И в рамках вот этого соревновательного процесса мы, конечно же, только его поощряем, потому что это наша возможность. Стимулирует? Да. Это стимулирует каждый день нас. Даже не представляете, насколько. Да, и это первый момент. То есть мы продаем эти наборы достаточно успешно в рамках бизнеса на маркетплейсах. Мы продаем их в рамках своего собственного интернет-магазина. Мы продаем, вот это одна из самых интересных историй, мы продаем это в формате мастер-классов. Мы обучаем наших представителей в регионах не только, так скажем, технологии выращивания, но и технологии взаимодействия с клиентом. Что вы можете не просто подать рекламу в Яндекс о том, что вы выращиваете микрозелень, приходите, покупайте. Вы можете целевую аудиторию найти в школах, найти во дворцах пионеров, в клубах по интересам, где угодно. И это настолько широко и настолько сейчас распространено, ну вот, очень интересно. Не могу не спросить, Павел, провокационный будет вопрос, предупреждаю сразу. Готов, готов. Смотрите, бытует мнение, и сам я, если опять же заблуждался, гидропоник. О, да, все понял. Поролон, вода, воткнули, быстро выгнали там перо того же лука, да. На самом деле там питательных и полезных веществ немного. Вот что про это скажете вообще, что с этим? Мое мнение здесь исключительно, даже не мнение, а вопрос абсолютно обывательский. Но, с другой стороны, мы же помним с вами вот этот израильский редис, который ты покупаешь в магазине, и вроде как купил редис, и вроде как порезал, а если бы не знал, что редис, то и не понял, что съел. Абсолютно точно. А что с этим? Что про это скажешь? Вообще начну издалека, опять же. Гидропоника, как вы сказали, я на самом деле думал, что провокационный вопрос будет несколько в другой плоскости. Потому что гидропоника, когда мы, опять же, начали углубляться в эту тему, и вот в формате нейминга, нейминга товаров и всего прочего, оказалось, что гидропоника это чуть ли не ругательное слово в России. Хотя, по идее, это там прекрасная технология. Абсолютно верно. Кто-то понимает, кто-то понимает немножко по-другому. Мы не стали с этим бороться, значит, и, опять же, в течение пяти лет мы вырастили новое отношение к этому слову. Гидропонная установка, мы ничего не убирали, и как она была гидропонная установка, так и сейчас вот происходит игра слов, мы это как-то называем оборудование для сети фермерства или еще что-то, но, по сути, это та же гидропонная установка. С точки зрения того, что, как вы правильно заметили, салаты из Израиля не живые, вот я просто на личном опыте убедился, что салат после срезки в хорошем состоянии остается у тебя, ну, не больше суток. Ну, не больше суток. И, опять же, вот столько времени проработав с зеленью, я точно понимаю, что зелень со всеми, вот, еще какой очень большой, вот, отвлекусь, большой плюс у микрозелени. Вы получаете все полезные микро- и макроэлементы, содержащиеся в семени, как раз на максимальной, в максимальной концентрации дозировки, вот, в моменте срезки. То есть, вот, 7 дней прошло, вы получаете 100% самое максимальное качество продукта, его вот этих всех свойств, микро- и макроэлементов. Ну, гидропоники все-таки, сама технология, действительно, она же понятна, то есть, это, ну, опять же, там, концентрированное выращивание, да, с учетом потребностей, собственно говоря, культуры по микроэлементам, по тому, чем ее там наращивать. У вас как это реализовано? В земле растет, в талоне том самом? Да, расскажу, да. Что, как, как технология, в чем? Да, вот, да, расскажу чуть-чуть более подробно про технологию. Есть три основных составляющих. Вода, свет и потенциал самого семени. Плюс мы добавляем еще, значит, субстрат. Вода, это основное, вода течет на установке постоянно, то есть, корни постоянно в воде. Следующий момент, это субстрат. Все, что мы сеем, семена посеяли на, значит, на что-то, на какую-то основу нужно сеять. Соответственно, это субстрат. Мы очень долго работали с субстратами, значит, когда мы начинали, не было вообще какой-то идеи, значит, как это можно в натуральном виде это использовать. И мы в Бангладеш нашли материал, этот джут, привезли сюда, сделали этот джут удобным для выращивания, не просто такая махна, вот чего-то такого. А мы делаем сейчас на фабриках в Москве, нам прошивают этот джут, и у него становится вот эта вот история единого состава, очень удобная подложечка. Фактура такая. Да, фактура такая. Натуральная, опять же, нужно сказать, что натуральная. Кто-то использует ненатуральные материалы, кто-то использует в том числе минвату, кто-то использовать, даже дома могут использовать бумагу, туалетную бумагу кто-то использует. Ну, то есть до такого, да, то есть люди вблются, поролон, да. Сейчас намного все удобнее, намного доступнее, если вы просто зайдете, посмотрите вот эту вот историю, как это выращивать, закажете этот набор, и это на 100% вас как-то привлечет эта вся тематика, потому что... Смотрите, вы сказали, что технология все включена, получается, что вы сопровождаете дальше, то есть ты покупаешь установку, ну, если мы говорим про кафе или там ИП, который там на выращивании, и дальше вы обеспечиваете сопровождение там сервисное, сырьем, назовем это. То есть это путь, по которому компании, ну, такие развивающиеся, идут всегда, да, и мы с вами знаем там примеры про то, что многие зарабатывают как раз на сервисе потом, а не на первичной продаже оборудования. Вот как у вас сейчас с этим ситуация, то есть как вы видите потенциал вот этих сфер деятельности? Мы же понимаем, что производство оборудования это своя специфика, дальнейшее сопровождение обслуживания своя. Понятно, что вам, ну, как бы, вам проще это делать, потому что вы производитель, но это два разных бизнеса, да, иногда. Вот как у вас это сочетается? Расскажу тоже, очень глубоко можно копать и много рассказывать по этой истории, все, опять же, это уходит в бизнес. Не секрет, не открою секрет, что, например, мы проговорили про целевую аудиторию, это предприниматели, которые покупают у нас фермы для того, чтобы в дальнейшем продавать. Каждый предприниматель становится профессионалом своего дела. Сначала они покупают у нас, значит, купили у нас установку, посмотрели технологию, попробовали наши семена, попробовали наши, значит, коврики, субстраты. И в течение определенного количества времени они становятся профессионалами. Они начинают искать, как можно сокращать расходы, где-то можно поближе найти, что-то можно как-то заменить. Это бизнес. Да, это бизнес. И мы на это смотрим абсолютно нормально, потому что, да, мы можем зарабатывать чуть больше на истории, здесь и сейчас, на истории с розничными наборами, но продавать только технологию и установки, но не иметь сейчас. Но мы постоянно работаем над тем, чтобы была цепочка продаж, чтобы мы нашему профессиональному клиенту, ресторан или предприниматель, который работает с нашим продуктом, с нашей технологией, и закрывали его в том числе на расходнике, чтобы он у нас покупал джут, чтобы он покупал у нас семена. И это достаточно большая и сложная история. Нужно очень много факторов учитывать. Смотрите, ну, для того, чтобы понимать, мы много уже поговорили, но нас слушают люди, которые тоже занимаются там серьезным делом, и всегда нужно говорить в каких-то цифрах, чтобы оценить. Ну, не думаю, что как это спрячетесь за формулировкой коммерческая тайна. Сколько, чтобы представлять себе в единицах там оборудования, контейнеров для выращивания, в чем сами меряете и каковы показатели вот эти? Да, давайте попробую рассказать. Значит, сейчас объемы производства, давайте от этого оттолкнемся. Средняя стоимость установки, розничная стоимость у нас на уровне 120 тысяч. 120 тысяч рублей. Таких установок мы делаем минимум две в день. Имеется в виду заказанных уже, заказанных. То есть мы, объем заказов, который к нам сейчас приходит, мы практически не делаем ничего на склад, мы все с колес отгружаем. То есть, опять же, ниша узкая, но ниша растущая. По объему производства мы постоянно растем, мы постоянно работаем над какой-то логистической составляющей, постоянно смотрим в сторону расширения наших производственных мощностей, еще что-то. Нужно отметить, что мы растем аккуратно и растем короткими шагами. Мы не привлекаем инвестиционные средства. Мы растем на свои. Все то, что мы зарабатываем, мы инвестируем в дальнейшее развитие. В развитии нашего склада, в развитии производства, в развитии механизированного труда и всякой такой прочей истории. Две установки в месяц, десять в неделю, пятьдесят, две в день, десять в неделю, пятьдесят практически в месяц. То есть, география. Вся страна, пятнадцать стран, вы сказали. Основное все-таки это Россия? Сейчас да. Сейчас да. Основной рынок сбыта, да, это Россия. У нас было несколько... В прошлом году, это октябрь, ноябрь, у нас было несколько деловых интересантов в Объединенных Арктих Эмиратах. У них как раз вот эта вот вся история, они только на гидропонике все это выращивают. У них... У них земли нет. Да, земли нет просто. Да, в том числе в Норильске точно так же выращивают все на сети фермах, потому что там тоже нет земли. Понятно. Но и вместе с тем на юге выращивают тоже на сети фермах, потому что у них культура потребления гораздо выше, чем в том же Норильске. Привычки. Да. Ну вот продолжим мы этот разговор спустя небольшую рекламу. Но это программа «Разговор по делу». Небольшой рекламный блок, и мы вернемся в эфир. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в эфир. Программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня прекрасный, интересный гость, с которым мы провели первую часть программы и сейчас продолжим. Павел Походин, компания «Сеем семена». Мы уже достаточно подробно и серьезно разобрались вместе со слушателями, Павел, в сущности вашего бизнеса. Сейчас хочу поговорить по таким, наверное, стратегическим и актуальным вопросам. Оборудование, как вы сказали, высокотехнологичное, несмотря на то, что простые многовековые технологии выращивания, ну, вернее, сущность выращивания, но беспроводные лампы, беспроводные вентиляторы, высокотехнологичное оборудование. Как сейчас? Про сбыт мы с вами поговорили, что основной в России, конечно, да, в силу обстоятельств, опять же, хотя я думаю, что будут у вас запросы из тех же Эмиратов, да, и из других стран. А вот что с комплектующими? Что сейчас, что делаете здесь, а что приходится сейчас искать? Да, сейчас немножко о больном. С тем, с чем мы столкнулись, с некоторыми сложностями мы столкнулись в последнее время. Да, действительно, в рамках наших технологий, в рамках нашего оборудования, которое мы производим, около 25-30% компонентов, которые мы используем, технологических компонентов, это Китай. Мы размещаем в Китае на фабриках, не просто закупаем готовое, а размещаем. А, это у вас собственный заказ? Да, да, мы собственный заказы, опять же, так исторически сложилось, значит, что мы по... Платы, которые мы используем, это не просто платы, в каждом светодиоде есть спектр света, который повторяет, в том числе, луч солнца и дает тебе стопроцентную уверенность в том, что все вырастет так, как это должно быть. Потому что есть очень много нюансов выращивания. Досветишь, росток будет другой, пересветишь, росток будет другой. И есть, в общем, нюансы. И мы сделали свой светодиод со своим спектром. Это очень важно. И, соответственно, на фабрике мы заказываем светодиодные платы, светодиодные, значит, профили, которые закрывают эти платы. Это на отдельном заводе заказываем. На отдельном заводе мы заказываем блоки питания, которые всю эту ферму обеспечивают. Это достаточно такое высокотехнологическое оборудование, которое мы не смогли... Есть еще несколько компонентов, например, таймеры, еще что-то. Все это русифицировано, сделано под наши запросы и, значит, позволяет использовать на 100% нашу технологию. И вот как раз эту историю технологическую мы не смогли повторить в России. Никаким образом. То есть мы не можем уложиться, во-первых, в себестоимость. Во-вторых, мы не можем здесь найти такие близко компоненты, из которых мы можем это сложить. Здесь, в Кирове, после того, как мы закупили в Китае, у нас есть, значит, специалисты, которые в рамках нашего производства, соответственно, собирают светильники, собирают, значит, электрические компоненты, в общем, делают вот эту вот всю историю. Но это китайское. С Европой ничего не было связано? С Европой связана очень тоже большая часть нашего продукта. Это семена. Да, 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 это известная история, которая там, мы вроде там по сельскому хозяйству впереди планеты всей, как говорится, да, там за последние годы, а потом оказывается, что 80% семенного фонда, оно импортное. Это такая же история? Это такая же история. История с микрозеленью. Когда мы начинали, это 100% был импорт, только импорт, никто здесь не знал, тем более не было никаких семян. Когда мы начали выращивать вот эту вот историю, опять мы начали сеять семена, у нас появились очень интересные, надежные партнеры семеноводческие. Например, компания Семка. Это один из лидеров рынка семеноводческих. Они очень, ну, у них огромный ассортимент, огромный опыт, и мы вместе с ними начали выращивать вот эту историю с семенами микрозелени. Сейчас у них целая линейка семян микрозелени, но, опять же, они не полностью закрывают наш потребительский интерес. Все равно достаточно большая часть у нас идет из Европы. Ну, а как сейчас? Продолжаете закупать? Да, продолжаем закупать. Опять же, кто такой предприниматель? Предприниматель, даже в сложные, самые сложные времена, это тот человек, который находит возможность. Решение проблем. Да, решение вопросов. Мы стараемся не говорить проблемы. Не вызывая проблемы, да. Предприниматель это тот, кто не может не предпринимать. Да, абсолютно точно. Предпринимать нам приходится каждый день, что-то придумывать интересное, и это наша точка роста. Каждодневная. Если бы мы не предпринимали, не придумывали, мы бы, так скажем, сидели бы и нас бы обгоняли все, кому не лень. Согласен. Павел, буквально 4 минуты у нас остается в эфире, 5. Вопрос, который задаю многим своим гостям, и обязательно задаю тем, кто создавал, развивает и продолжает развивать бизнес в Кирове. Как вам в Кирове? Бизнес особенный, необычный. Думаю, что много, в том числе предложений, куда, где его дальше развивать вам поступало, потому что потенциал действительно большой, технологии свои. Как вам в Кирове? И почему в Кирове? Как нам в Кирове и почему? Отвечу несколько. Есть несколько моментов. Первый момент, почему мы находимся все еще в Кирове и развиваем здесь эту историю. Во-первых, это цифры. Мы в Кирове имеем возможность для того, чтобы на свои деньги и на деньги, которые приходят к нам в бизнес, развивать этот продукт, развивать производственные площадки, покупать оборудование, еще что-то. Я не представляю себе, если бы мы находились в Москве, чтобы мы прошли такой путь. То есть накладные расходы, которые здесь и там, это несоизмеримо. С точки зрения производственного потенциала людей, мы всех обучаем. Люди замечательные, которые к нам приходят. У нас сложившийся коллектив. Те люди, которые к нам приходят, они остаются. Мы очень сильно нацелены на сохранение кадров и стараемся их сохранять, обучать и все прочее. Да, с точки зрения кадрового вопроса в Кирове посложнение с менеджерами. Менеджерский вопрос, он действительно очень актуальный, очень сложный. Я вам скажу, так везде. Так везде, да. Ну, так скажем, просто, возможно, воронка вот этих вот менеджеров в Москве побольше, но, не знаю, у меня был достаточно хороший большой опыт работы и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Я там начинал свою карьеру. И могу сказать, что там просто чуть больше этого рынка. Слушайте, у нас больше возможностей, больше проблем, опять же. Да, но мы любим и ценим Киров с точки зрения вот этой вот комфортной площадки и комфортной среды для развития. По крайней мере, нас здесь ничего не давит. Нам комфортно здесь развиваться, нам комфортно здесь думать, придумывать и все прочее. На нас не давляют какие-то вот внешние какие-то факторы. Поэтому сейчас все здорово. Мы очень аккуратно прорабатываем историю с моногородами. Мы смотрим в это направление. Но пока не складывается, опять же, у нас экономика. Мы просматривали вопросы Кирово-Чапецка и Белой Холуницы. Но пока, во-первых, рассматривали их неглубоко. А во-вторых, мы пока не видим потенциала. Хорошо. Коротко. Чего не хватает? Вот что как предпринимателю хотелось бы, чего не хватает, чтобы развиваться еще сильнее? Мне всегда не хватает возможностей. Не хватает финансовых возможностей. Я всегда себя бью по рукам, когда вот мне хочется быстрее, хочется больше, хочется всех обогнать, перегнать. Но опять же, я останавливаю себя. Подожди, давай покатаем эту технологию, посмотрим. Будем двигаться чуть медленнее, но мы точно будем знать, что то оборудование, которое мы продаем, оно точно на 100% работает. Что мы делаем контроль качества и все прочее. И тут как будто бы, если даже мы привлечем средства, мы, возможно, их не сможем освоить или еще что-то. Но сейчас мы уже готовы. У нас есть очень много точек роста. И сейчас мне не хватает лично какого-то информационного, я нахожусь в информационном вакууме с точки зрения поддержки проектов, которые могут нас вывести на какой-то более сильный уровень, более большой какой-то истории. Ну, давайте мы постараемся там за эфиром ваш вакуум заполнить. У меня короткий вопрос. Мы же с вами многое, понятно, что не все рассказали, заинтересовали слушателей. Я лично заинтересовался слушателей. Далеко не много, но заинтересовали. А где в Кирове-то? Где попробовать то, что выращивается на вашем оборудовании? Где купить? Куда направить людей? На самом деле мы много площадок используем. Опять же, в том числе и партнерских. В ИЦАЕ у нас установлена, стоит установка. Это в инженериуме? Да, абсолютно верно, в инженериуме. Мы очень плотно. На Преображенской. Да, 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 очень плотно, значит, работаем. Детские мастер-классы у нас проходят во Дворце Творчества. К нам всегда можно прийти в гости. Мы находимся на Блюхера 8А. Можно прийти на производство, посмотреть технологический процесс. Мы для всех открыты, готовы рассказать, показать. Мы всегда были такой компанией. И в городе Кирове у нас 4 компании, которые так или иначе плюс-минус занимаются микрозеленью. И все они начинали либо от нас, либо параллельно вместе с нами. Павел, спасибо вам большое, спасибо, что приняли приглашение. На самом деле, я знаю вашу компанию, но я не знал всех тех подробностей, чем и объясняются мои иногда вопросы, не попадавшие, что называется. Но тем интереснее было это узнать. Я на самом деле, знаете, хочу вам искренне пожелать. Вы в самом начале сказали, что созрело у вас это название. Зрело-зрело и созрело. И в нем действительно очень много заложено. Вы мне пояснили, я сам, мне самому оно нравится с точки зрения заложенного смысла, энергетики. И я хочу вам искренне пожелать, чтобы это название еще не полностью реализовалось. Чтобы в нем заложенный потенциал все еще продолжал проявляться и проявляться. Я вижу интерес, вижу энергию, с которой вы рассказываете о своем деле. И я всегда, когда вижу перед собой такого человека, я верю в то, что у него все получится. Чего я, собственно говоря, вам и желаю. И очень рад за город Киров. За то, что в нем есть такие люди, которые и сам город развивают. И вы приехали с выставки, где наверняка с гордостью говорили о том, что вы из Кирова. Спасибо, удачи, успехов. Спасибо вам большое за приглашение, Андрей Леонидович. Приглашайте, буду приходить с удовольствием. Все, до свидания. До свидания.